Поблагодарить за вашу преподавательскую работу, особенно за методику преподавания правила правой руки. Я все время сижу в методе, начиная с правила правой руки, смотреть ваш ролик. Значит, сам по себе метод, он уникален, он помогает от всех болезней в 100% случаев. Он помогает в самых тяжелых стрессовых ситуациях, то, что не может сделать другие методы лечения и все. Дыхание может все. Дыхание – основа нашей жизни. Я очень благодарна вам, что вы дали такие, в общем-то, очень подробные знания по правилу правой руки и по правилу левой руки, по верхнему и нижнему методу. Мне в жизни это помогло. Спасибо большое, Анна. Если вы не возражаете, поделитесь, как вы справлялись со стрессом в состоянии войны, в состоянии... Значит, со стрессом я справлялась двумя способами. Я применяла методику Хасана Алиева «Ключ», то есть ритмичное повторяющееся движение. Выберите, какое вам подходит. Мне подходило просто вот качание. Вот сидишь, качаешься вот так вот. И при этом делаешь верхний метод. То есть ты немножечко меньше дышишь. Дышишь, как мышь. И мне это помогало. То есть люди там краснели, бледнели, чуть ли сознание не теряли. А я, в общем-то, переживала все даже такие тяжелые стрессовые ситуации. В общем-то, достаточно спокойно. То есть в условиях бомбоубежища это дает план уравновешивания психики. Да, накопление углекислого газа дает уравновешивание психики, да? Спокойствие и силу организма. И спокойствие, и силу организма, да? Да. То есть я не... Ну, конечно, сердце колотилось. Это ты адреналин не можешь удалить. Но я не так реагировала, сознательно уменьшая дыхание. Я успокаивалась и качалась. Вот я на себе проверена. Да, спасибо вам большое. Да, спасибо за хорошее время. И вообще, вы знаете что? Вот у меня же серьезнейшее заболевание. Я вам говорила какое, да? Да, да, да. Онкология. Да. Три года без химии, без радиации и без хирургии. И все. И в состоянии ремиссии. Умничка. Большая умничка. Три года, да. Три года я занимаюсь. Но я занимаюсь. Но я... Да, да. Ключевое я занимаюсь. Вот это ключ. Я занимаюсь, да? Потому что... Смотрите. Да. Вот дневник. Вот я начинаю дневник. И живу с этим дневником. Записываю каждый день. Когда я встаю, когда я занимаюсь, что принимаю. И вот с этим дневником живу. И так я живу уже три года. Молодец. А какие результаты по вашему заболеванию, по раку? У меня ремиссия. Я как бы живу нормальной жизнью. Я живу в состоянии ремиссии. То есть не применяя никаких химиотерапий, ни радиаций, ни операций. Ничего. Умничка. А какая у вас стадия? Первая стадия. Она так и осталась первая. Она осталась первой и дальше не развивается. Молодец. Нет, это можно сказать, это состояние ремиссии. Да, да, умничка. Но мы будем надеяться, что пойдет и на обратное. То есть начнет процесс ремиссии. Я даже не сомневаюсь. Молодец. Потому что, в принципе, онкоинициация начинается с уменьшения содержания СО2 и так далее. Я могу об этом тоже рассказывать. Я как бы выяснила этот вопрос. И поэтому и Бутейко говорил, я его просмотрела много видео. Он говорил, рак от недостатка СО2. Он говорил, это его слабо. Потому что рак – это гипоксия тканей. А недостаток СО2 приводит к гипоксии тканей. И когда мы подаем углекислый газ в наши ткани, то мы фактически сразу подаем кислород. И раковая клетка не может развиваться в кислородной среде. Да. А Варбург 100 лет назад еще сказал, что раковые клетки развиваются в кислой среде. А кислородная среда – это метаболический ацидоз. Да. Это газовый алкоголоз, метаболический ацидоз, которому приводит гипоксия. Да, все правильно. Все верно. А на методе Бутейко мы достигаем метаболического алкоголоза, защелачиваем внутреннюю среду. И раковые клетки просто нет шансов развиться. Но вы понимаете, я скажу так, что это не применяет никто вообще. Ну, я не встречала ни одного человека, который бы занимался именно только методом Бутейко. И вот таким вот образом он фактически в состоянии ремиссии жил. То есть без какого-либо лечения. Нет, у меня есть люди, которые с помощью метода Бутейко поддерживают свой организм и процесс начал регистрировать. Такие люди есть. Да, я думаю, что я добьюсь и регресса. То есть у меня прогресса нет, но я думаю, что я добьюсь и регресса. Да, несмотря даже на вот такие вот потрясения, это вот сказать кому, что очутиться в таком состоянии. Да. Хорошо, спасибо. Спасибо.